Уважаемые участники заседания, во время нашей последней рабочей встречи я рассказал о мерах, принимаемых правительством Армении по борьбе с пандемией и смягчению ее социально-экономических последствий. В связи с этим хотел бы сообщить, что несмотря на то, что нам не удалось предотвратить рост числа новых случаев, мы практически завершили стадию применения строгих ограничительных мер и с 4 мая перешли к реализации децентрализованной стратегии борьбы с пандемией. Со вчерашнего дня в Армении были сняты почти все ограничения практически на все виды экономической деятельности. Однако, сохранены ограничения в сферах образования, культуры, развлечений, отдыха и массовых мероприятий. Государственный сектор работает по гибридному методу, совмещая работу в офисе и в удаленном режиме. Таким образом, на этом этапе у нас полностью отменен карантин. И это, конечно же, привело к некоторому росту новых случаев коронавируса. И, однако, несмотря на отмену карантина, введены строгие правила социально-экономической безопасности, утверждены протоколы и регламенты, обязательные для выполнения всеми гражданами, хозяйствующими субъектами и государственными учреждениями. Концепция применения строгих ограничительных мер трансформирована в концепцию соблюдения строгих норм и правил поведения. Его эффективность, конечно, будет зависеть от степени ответственности общества в целом. На протяжении периода строгого карантина нам удалось предпринять все необходимые меры по повышению пропускной способности системы здравоохранения страны. В течение последующих двух недель мы будем проводить перманентный мониторинг ситуации. Надеемся, что необходимости возврата к применению мер строгого карантина не будет. Полагаем, что будут сформированы условия для полноценной жизнедеятельности общества и, в частности, работы экономики в условиях сохраняющейся пандемии. Параллельно правительство приняло пакет мер по смягчению социально-экономических последствий карантина и нарастающего экономического кризиса. Эти меры, кроме социального значения, были направлены также на создание условий для скорейшего выхода экономики из состояния шотдауна и ее развития в посткризисный период. Нам также удалось организовать эффективный контроль в сфере розничной торговли, пересечь возможный дефицит товаров и не допустить существенного роста потребительских цен. Благодаря оперативному вмешательству Центрального банка были пересечены резкие колебания на финансовых рынках и обеспечен устойчивость курса национальной валюты. Дорогие друзья, я не раз уже отмечал, что в условиях пандемии и нарастающей рецессии мы придаем особое значение развитию нашего сотрудничества. Более чем уверен, что мы должны укреплять наш союз и совершенствовать основополагающие институты интеграции. Мы должны доказать их состоятельность в период кризиса и быть готовыми совместно воспользоваться всеми экономическими возможностями, которые очевидно появятся в посткризисный период. В этом контексте особое важное значение имеет стратегическое направление развития евразийской интеграции до 2025 года. Убеждены, что направления сотрудничества, обозначенные в данном документе, будут способствовать подъему как интенсивности, так и инновационной привлекательности Союза, повышению его конкурентоспособности и научно-производственного потенциала. В условиях глобальных экономических вызовов, перед которыми мы все сегодня стоим, необходимость скорейшего формирования общего рынка газа для Армении ощущается особенно остро. Как не раз мною было отмечено, единый рынок энергоресурсов с недискриминационными принципами функционирования должен стать одним из основ нашей интеграции. Без него невозможен качественный прогресс в интеграционных процессах. Без него невозможно обеспечить равные условия экономической деятельности для всех участников Союза. Мы исходим из того, что в стратегических направлениях развития евразийской интеграции до 2025 года должен быть зафиксирован принцип применения единых подходов к цене тарифообразованию на общем рынке газа ЕС, в том числе единых тарифов на услуги, оказываемые субъектом естественной монополии при транспортировке и транзите газа. Наш Союз должен стремиться к поэтапному достижению этой цели, что создаст благоприятную почву для качественно более глубокой экономической интеграции в рамках Союза. Дорогие друзья, в завершение хочу воспользоваться случаем и еще раз поздравить всех нас с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. Наш народ свято чтит этот день, и мы делаем все от нас зависящее, чтобы поколения помнили подвиг наших отцов и дедов. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok